По левой руке вот у меня сидит Барян. Он ходил со всеми Нексусами, со всеми пикселями. А по правой руке у нас сидит человек с яблочным пюре в голове. Я буду, наверное, в этом бэтле арбитром. Я могу своим айпэдом заряжать свой андроид. В андроиде видишь ты такой же нищенской говно. Может я дебил? Так. Короче, может с вами что-то не так? Ты прямо в больное место сразу попал. И когда говорили, андроид тормозит, это сейчас не так. Настройки все стылили у айфона, прям ма вообще. Пожалуйста, живите в своем замкнутом мире, будьте как бы этим заключенными. Такая проблема. Мне кажется, долгое время андроид и айос как-то прям вот сближались и чуть ли не в засос. Андроид и тырил фишки связаны с удобством, с дизайном. Айос какие-то, наверное, более функциональные, шторка уведомлений, настройки быстро, вот это все. И они сейчас дошли до такого момента, когда уже очень сложно становится отличить принципиально одну систему от другой. И теперь из этой отправной точки они начинают потихоньку расходиться, как мне кажется. Давайте сегодня поговорим о том, как будут отличаться, в какие векторы направления у андроид и айос намечаются. Это дроидер, с вами Борис Веденский, Валерий Витюшев и у нас в гостях Валя Вилсаком. В каждом выпуске мы обсуждаем одну тему, и он длится 10 минут, попробуем уложиться. На самом деле, Валер, ты гонишь, потому что я уже два года пользуюсь iOS-устройством на постоянной основе. Я про телефоны. Очень частая связка, когда у человека андроид и айпэд. Да, а главное, между ними есть как бы, как сказать-то... Пропасть экосистемы. Нет, между ними есть пропасть экосистемы и ложбинка дружбы в виде разъема Type-C, понимаешь? Я могу своим айпэдом заряжать свой андроид. И айпэд это пауэрбанк для моего андроид. Я тебе так ухо сейчас откушу. Часто люди путают айфон и iOS, и часто сравнивают андроид с айфоном. Это не совсем правильно, потому что в данном случае это операционная система, а это телефон. На заголовке мы так напишем. Да, ну очевидно, потому что iOS не такая звонкая, сука. Но фактически реально iPhone это устройство на iOS, и других не бывает, окей. Но если сравнивать iPhone с андроид-устройствами многими, там нюансы появляются. Но правда-то в том, что iOS как была лучше, так и осталась. Сорян, пацаны. Вот смотри, вот такой план у меня, короче. Я выписал несколько, не все вещи, но несколько вещей, которые меня настолько вымораживают в iOS. Давай, набрасывать будешь, да? Просто жить не могу, но терплю, потому что устройство классное. Абсолютно невыносимая файловая система. Ну просто такой трындец. Они, значит, заявили Type-C разъем в iPad, да? Да. Но ты подключаешь, продают переходничок с Type-C на обычный USB, блин, за 30 баксов вся в магазине. Ты подключаешь этот переходничок, вставляешь туда флешку с фотками, своими фотками, которые ты сам сделал. Болами. И он говорит, я не могу прочитать эти файлы. Скачать документ на iPad просто из интернета. Можно. Почти невозможно. Нет, это сейчас есть. Поставить какой-нибудь сторонний файловый менеджер со стороны браузера. Нет, 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 это файл можно скачать, это документ можно скачать. Из Google Drive я не могу сохранить документ. Я могу сохранить только оффлайн доступ внутри Google Drive. Нет. И не могу отправить в виде док-дока файлов. Через его страничку можно сохранить. Я тебе даже скажу, что ты прямо в больное место сразу попал. И с этим сложно спорить. Действительно, файловая система максимально мудацкая. Но это же происходит из старых добрых времен, когда вот эта песочница была ограничена в каждом приложении. И, соответственно, у каждого приложения по факту была своя файловая система. И ты не мог из одного перейти в другое. Отсюда появляются защищенные системы. Соответственно, никакие вирусы никуда прыгать не могут. Он сам себе вирус, знаешь. А с другой стороны, современный мир, он хочет все-таки большей свободы. Чтобы действительно, можно было там перетаскивать. И на самом деле, они последовательно, последние несколько версий iOS это внедряют. Где бы появились файлы как приложение, как вообще логика. Это вообще бесполезная абсолютно вещь. Я не знаю, зачем это нужно. Но оно еще как бы очень на таком начальном уровне работает. Ты туда можешь сохранять файлы, даже разных форматов. Сохранять на устройстве и получать к ним доступ из разных приложений. Но ты при этом не можешь, например, подключить флешку с документами, скачать туда. Не можешь подключить там HDD. Какие-то рандумные папочки, которые он сам создает. Я не могу сам папку создать в приложении. Не можешь, да. Потому что у меня есть какой-то адский лайфхак. Он может. Но! Несмотря на то, что такая проблема действительно есть. Это реально вот та проблема, знаешь, не файлы по Bluetooth передавать. А реальная проблема. Я за все время сидения на iOS особых страданий из-за этого не испытывал. У меня элементарная ситуация. Я начал фотографировать на пленочный фотик. Прихожу в проявочную, даю им флешку, они мне на флешку закачивают фотки. Я хочу эти фотки загрузить в iPad. Вставляю флешку, не получается. А знаешь, что я им скажу? Отправьте мне облаком. Ну да, попробуй. В Германии скажите мне. Вот, вот. Хорошо не на диски выдели. Какие-то они тебе на DVD-ки выдали? Это вторая была проявочная. В первую проявочную мне предлагали на диски. Я говорю, на флешку можно? Нет, нельзя. Вы же из России, у вас вирусы на флешке. С одной стороны, файловая система нужна новая, нормальная в iPad'ах и в iPhone'ах. Хотя бы в iPad'ах. В большей степени, мне кажется, в iPad'ах, чем в iPhone'ах. Но предстоит понимать то, что они пытаются смотреть в будущее в этом плане. И работа должна идти только с облаками. И вот это вот сохранение на устройство, оно как бы от этого они хотят уходить. И потихонечку приучают к этому. Какая-то абстрактная вещь говоришь. На macOS есть нормальный файловый менеджер. Ну блин, на macOS сколько лет, извини меня. MacOS сколько лет. Здесь ты как раз говоришь правильную вещь. Apple'а такая компания, которая продает тебе и iPad, и MacBook, и iPhone. И еще сверху тебе положат какой-нибудь хуйпот. Да. Хочешь файловую систему, чувак, купи MacBook. Как бы вот такая логика. Это, мне кажется, это сильная позиция, чувак. Сильная позиция, если ты владелец бизнеса, я согласен. Если ты есть денежка. Я. 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 Что вы улыбаетесь? Что ты до людей докапываешься? Просто твою Европу тут мутишь. Ты порадуешься, что все по-русски говорят? Могут ответить тебе не хорошо? Не писать какой-то хаверстейн. В течение двух месяцев разговариваю по-русски только с женой. Может, я дебил? Так. Короче, может, со мной что-то не так? Объясните мне, что за мудацкая херня происходит с клавиатурой на iOS. Потому что я пользуюсь Emoji очень редко. Но иногда пользуюсь. И вот это переключение... Когда ты переключаешь вот так вот? Да, вот это переключение. Что это? Зачем они это делать? У меня, включая, есть два ответа. На самом деле, очень простых. Во-первых, iPhone разрабатывается в солнечной Калифорнии, где английский язык – это единственный язык, и они вообще не парятся с переключением. И они переключают английский на Emoji и обратно. Но у них нет трех языков. Ну, в Китае они продают. Я уверен, что факап связан исключительно с тем, что инженеры просто даже не подумали, что может быть, типа, три языка, и надо их переключать неудобно. Во-вторых, на самом деле, со времен, я уж не помню, какой iOS, там, 9-10, появилась возможность добавить стороннюю клавиатуру. И есть клавиатура, которая выглядит, работает как обычная, но там появляется дополнительная кнопка с Emoji, и тебе не надо это делать. Вот, и в этот раз ты превращаешься в какой-то китайский Android уже, понимаешь? Да, поэтому я, как тру-фанат Apple, страдаю, но сижу на стандартной клавиатуре и переключаюсь. Да-да-да, можно сделать тоже лайфхак. Там можно сделать английский-русский, английский-русский как-то несколько раз, а потом уже Emoji. Алгоритм вообще непонятный. Чтобы вообще запутаться нахрен. Иногда ты один раз нажимаешь, и он переключается с английского на ручку до обратно, а иногда он вдруг спонтанно переключает на Emoji. Моешь ноги, и вот эта вода, которая у тебя осталась, в этой менюшке. Возможно, я снова дебил, но что вот это за помойка слева от главного экрана? С виджетами? Да, вот эти виджеты. А вот тут... Вот я просто покажу, как у меня выглядит. Погода, ладно, хорошо. А iPad, зачем мне зарядка батареи здесь? Советы, что за советы? Какой-то календарь виджет с кем-то куском. Нет, ты в курсе, что ты можешь это настраивать? То есть ты можешь убрать это, если тебе нравится. Да, но если ты можешь настраивать, это Android, привет. Давай теперь я буду набрасывать на Android. В Android видишь, ты такой же нищенской говно, абсолютно юбис. Но он тебе не предлагает какую-то отдельную страничку с этими виджетами. Не надо ругать вот эту страничку. У меня тут погода, курсы, у меня тут количество подписчиков на канале, у меня тут сколько на моей сим-карте денег, и все это, и этим я пользуюсь, реально. Я знаю, что многие просто забивают, нужно один раз настроить, и это удобно. По уму, да. Да, и все. Хорошая тема для ролика, запилю видос. Помнишь, как все ждали уведомления, ну, адекватные в iOS, они были через жопу сделаны, все? Apple сейчас сделала уведомления в 10 раз лучше, чем на Android. На Android это как раз поморки. Ну, я не соглашусь. Они достаточно адекватные. Шторка просто труба. Какая-то хрень. Если ты пользуешься смартфоном, тебе еще и рекламку туда подсунуть, чтобы ты вообще кайфанул. А все-таки в iOS это все стокается. Можешь зайти в уведомлении и там ответить. Это все как-то функционально. Абсолютно то же самое, что в Android. Все стокается, тоже отвечать можно из шторки. Ну, вот я это честно говорю. А, еще, знаешь, меня бесит вообще то, что в Android он периодически сходит с ума. Особенно, когда он, знаешь, не был подключен к сети. И его подключаешь к сети, и он начинает принимать уведомления в себя. Такой. А, это да, это бывает конвульсия. Еще мигать, еще мигать. И еще у него конвульсии, знаешь, местами. То есть, он такой, сначала ок, потом начинает принимать сообщения, потом снова перерыв. Я такой, господи, что происходит? Он просто сходит с ума, когда ты его в руки берешь. Ты говоришь, ага, я благородил. Нет, он даже на столе лежит. Ты знаешь, он вот просто... iOS это достаточно ограниченная система, и все это признают, и я в том числе. У нее много всяких непонятных костылей, ну, на первый взгляд. Но при этом она предсказуемая. То есть, я знаю, что в iOS всегда будет так. Вот так, так и так. Android, чем меня раздражает, что у нее через раз хер пойми, что случилось. Ты такой... То есть, тут вроде как бы так, тут потом так, тут вот так. Одно приложение, делающее то же самое, что и другое, может работать вообще в другую сторону и делать какие-то странные вещи. Вот все-таки, какой зум лучше, как думаешь? 2x или 5x, или сколько там? Понимаешь, они разные. Капитан. Спасибо. Мне кажется, в этом году реально будут важные обновления у Android и у iOS, потому что в Android мы уже видим, что в бетке зашито и десктопный режим там где-то спрятан, мы видим, что там телеки отдельная история, и мы видим даже проблески вот этого плавающих окошечек. То есть, не просто многооконный режим, а в десктопном режиме уже окошечко может плавать. Кстати, вот эту свободу я бы запретил. Все, как кажется, на мобильных устройствах. Хаос. Нет, 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 это же не на мобильных устройствах будет, это будет при приключении к телеку. Мы пришли в супермаркет, и там продают слишком много сыра. О боже, что делать? Там слишком много сырей. То есть, я понимаю, что Android – это попытка усидеть на всех экранах, сделать систему для всех экранов. Я это понимаю, про Android есть сильные стороны, есть плохие. Что про вес? Куда она движется? Android един и везде могуч. И в итоге через жопу работает практически везде, кроме с телефона. Потому что планшет просрали, часы просрали, телевизор – это дно днищенское вообще, когда я вижу Android TV, мне хочется рыдать. В общем, все плохо. Вот реально, Android хорош только на телефоне, понимаешь, хоть ты тресни. На телефоне, я согласен, что за эти годы Android встал на телефоне, прям, муа, красивый. Но как он херово выглядит везде, это ужас какой-то. Причем, когда я вижу, знаешь, на телевизоре, я захожу в открытые службы и вижу там телефон, который им просто западло было выкинуть, и он просто приехал из мобильной версии. Что за фигня? Apple сделает, чуваки, вот вам божественная macOS вообще великая, вот вам iOS на мобилке, вот вам iOS на планшетик, вот тебе Apple OS, значит, Watch OS на часики, вот тебе TV OS на телек. Они везде построены на общей логике, но при этом они заточены под конкретные задачи каждого устройства. И это сильно влияет на юзер-экспириенс, ощущения и так далее. И вот это, мне кажется, сильная странность. Они поняли, что нельзя объять необъятное, нельзя сделать систему, которая будет везде крутая. Потому что они сами владеют устройствами и сами вольны управлять. А это, помнишь, мы на самом деле, мы 6 лет, наверное, прям то же самое и говорили. Да. Apple сильна именно тем, что... Железо плюсов. Они, да, они понимают логику своего устройства, они понимают, как лучше с ним взаимодействовать. Android, конечно, велик. И он сделал большое дело, и не было бы классной iOS и хорошего Android, если бы они не соперничали. На самом деле, мне, знаешь, за эти 6 лет очень больно, что Microsoft выпала из гонки. Нам-то пофигу. Нам пофигу. Они бы создавали давление, потому что то, с чего ты начал, что iOS и Android в засосе схолестнулись, это правда. Сегодня особой конкуренции не ощущается. Android классный, iOS классный на мобилках, выбирай исключительно из каких-то своих там завихрений. Многие даже просто выбирают уже по производителю. Мне говорят, MIUI нравится, потому что он типа такой... MIUI какой-нибудь, One UI на Самсунге. Huawei сейчас вообще мутит свою систему, они вообще сейчас забьют на Android, скажут, вот у нас Kirin, OS и все. Но это защитная все-таки история, постарховаться. Я думаю, что если... Ну, понимаешь, просто фишка-то в чем, понимаешь, сегодня операционная система, кстати, вообще нафиг не нужна. Ну, по факту. Вот сколько раз в течение дня ты взаимодействуешь непосредственно с операционной системой? Ну, больше экосистема важна, важна экосистема больше. Ну, подожди, потому что ты открываешь настройки, ты лазишь в уведомления. И что, настройки все стылили у айфона, прям ма вообще. Логика ровно та же самая, цвета, вот эти белый фон. Идея в том, что ты, по сути, сидишь, у тебя, не знаю, там есть твиттер, инстаграм, ютуб, сообщение, мессенджер какой-нибудь. И еще три игры. Ну, ты хочешь сказать, что мобильная операционка превратилась просто в лончер. В полночку лончер, да. И, в принципе, все равно, поэтому для Huawei очень опасно то, что они, ну, всем насрать на Huawei и на их операционную систему. Если их не поддержат. Если она будет так же выглядеть, просто как текущая их операционка на Android, то я не говорила, что не будет. Что сгубило Microsoft с Windows Phone? То, что Google сказали, пацаны, мы не хотим растить конкурентом, мы не дадим вам свои сервисы. В итоге YouTube нативного приложения не было, никаких Google приложений не было, и ты сидел через браузер как ущерб. И люди это ощутили, ты, как бы, получаешь себя каким-то неполноценным. Если бы на iPhone так закрыли, интересно было бы. На iPhone тоже, кстати, закрыли. У них нет возможности картинку в картинке бахнуть. Ну, возможно, это ограничение самой операционки, потому что никакое приложение так не умеет. Но YouTube на Android более функционален. Он поддерживает там всякие прикольные протоколы, там все такое. Детородный орган, у которого там две функции основных, я знаю, ну три. Ну, две. Слушай, ты понимаешь, почему iOS вообще не парится по поводу адаптации приложений под разные экраны? Ну, то есть то, как сейчас выглядит Instagram на iPad, ну это просто такие слезы. Слава богу, они хоть перестали, раньше они просто растягивали картинку, да, просто скейлинг такой, там, пиксельный, в глаза. Нет, сейчас такое тоже есть, ты можешь растягивать. Ну, сейчас за счет того, что, видимо, высокое разрешение вообще, оно не так позорно смотрится. Да, да, да. Это просто давно когда-то в ядре зашито, и они ничего не могут с этим делать, или им похер реально? Нет, на самом деле, насколько я знаю, апдейтнуть приложение для поддержки разрешения экрана и форм-фактора, это там в X-коде типа три кнопки нажать. Это не так сложно, но это все за херня. А ты еще вот нажми вниз, вот это нажми, будет вообще идеально. А почему не поворачивать? А вот потому что они отдают вот эту работу разработчикам, у них такая методология, то что... А разработчики чем-то кисли? А разработчики не хотят то делать. Вот, вопрос. Серьезно, на андроиде все приложения отлично выглядят на планшетах. Ну, кстати, вот вопрос об андроиде и его... Потому что я открыл эту свою квадратную хрень, конечно. Да, умениях скейлить. Смотри, я запускаю Инстаграм замечательный, и у меня получается фоточка, она как бы, да, она квадратненькая, тут все хорошо, давай так показывать. Не, ну это выглядит зменяемо. Выглядит зменяемо, но потом я не открываю сториз, потому что у меня интернет не подключен. Ну, короче, когда ты открываешь сториз, она также квадратная, она должна быть вертикальной, она, соответственно, не скейлить. Это же девайс, который как бы еще не вышел в продажу и который был покупать... А вот что андроид не подсуетился под него, а? Нет, это не частный. Это еще при Джобсе, кстати, было, они сказали, чуваки, вот это вся скейлинг, мазафака, фигня, это все баловство. Давайте делать приложение для iPad. Сначала были вообще ровно iPad, iPhone, потом они появились просто с плюсиком таким, это универсальное приложение, которое... Или не с плюсиком, ну, короче, плюс универсальное приложение, которое и туда, и сюда. То есть ты скачиваешь одну... Таким мутантом-то немножко. Да. Там у них был в одной из... Ну, это вопрос к разработчикам, значит, разработчики реально ленивые... Не делают, потому что это сложно делать. Потому что по андроиде все нормально. Мне кажется, это какая-то политика там у них. Какая, чья политика? Не знаю. Ну, типа iPad не фотодевайс, нахрен тебе на нем Instagram. Наверное, наверное. Instagram — это странная боль, причем сейчас еще более-менее ничего. Я помню, когда на iPad Pro я запускал Instagram, он там еще был с iPhone 4s, он был супермаленьким. Джобс просто, видимо, святой Джобс, видимо, не догадался, да, что даже Apple придется делать устройство с разными экранами. И они стали появляться. Появился iPad mini, появились два версии размера iPhone, потом появился iPhone с вырезом, потом появился iPad новый Pro с таким экраном, с вытянутым, а не с квадратным. Реально. Им нужно было все это заложить. Сейчас была тактика более выигрышная, альпедовская, потому что сегодня планшеты на Android — это какие-то единорогие. Знаешь, там Samsung что-то делает, Huawei что-то делает, всем плевать. Читалки и игрушки, это влайн-со все. Больше вопрос, вопрос про устройство в целом и про Microsoft сам по себе. Нет, слушай, планшеты от Samsung топовые вообще, там есть пылевлагозащита, хороший звук iKG, отличный OLED-экран. Приложение только нет нормально. Все хорошо, приложение только говно. Приложения нет, конечно. Потому что не сделает специализирование. Это про то, что на Android не выпускается таких приложений. Apple пошли, окей, значит, разработчики по умолшению ленивые говнюки. Соответственно, если у них система будет скейлить, они забьют болт и ничего работы толком не будет. У тебя будет интерфейс, который вот так распидорасило, и ты будешь тыкать кнопочки неудобно. А если ты его анально ограничишь и заставишь его это сделать, то он тебе апдейтнет все красиво, и у тебя будет iPad нормальное приложение. И, видимо, их логика оказалась более выигрышной. Гайдлайны отдельно сделали, именно под большие экраны, как должно выглядеть iPad-приложение, полностью эти фреймворки. И в итоге нет этих iPad-приложений. И в итоге iPad-приложения сейчас на уровне профессиональных приложений есть, которые просто... Мы про разные вещи говорим. А Instagram можно через выходку. Instagram сами не хотят этого делать. В смысле? У тебя на iPad есть Twitter. Нет. Ты же листаешь ленту Twitter. Twitter нормально выглядит. Instagram выглядит как говночка. Почему ты знаешь, что выглядит? А что? Потому что у Instagram политика, они не хотят, чтобы их смотрели через планшеты, потому что у них как бы недостаточное разрешение. Ну, это как бы достаточно логично. Что логично это? Потому что они этого не делают. У Instagram достаточно ресурсов, чтобы сделать приложение. Хорошо, есть еще куча приложений, которые ужасно выглядят на iPad. Они все такие. Типа, мы не хотим, чтобы на этих устройствах наше приложение выглядело нормально. Нет, я тебе говорю, это ленивое. В Android ты просто ставишь галочку в коде, и у тебя приложение автоматически скейлится под любой экран. Все, точка. В iOS столько возможностей нет. Для меня ответ очевиден, что именно поэтому этого не существует в iOS. Потому что нет такой галочки. Все. Не-не-не, галочки нет именно потому, что делай отдельное приложение. Делай отдельное приложение. Это правильный подход. Но, опять же, Instagram, ты можешь смотреть через веб. Есть куча приложений Instagram посмотреть. То есть там нельзя загрузить фотку, но позыркать ты можешь. Они, кстати, очень крутые, потому что ты можешь там в три ряда все смотреть. Может, кстати, по-моему, они выпили их все. А может, они сейчас сайпи захватывали? Мы выпили. Apple, молодцы. Умеют деньги. Но вот все-таки в жадности. Ну, знаешь, допустим, Huawei тебе дарят часы. Ты только купи P30. Вот эти чистые чехолки хочешь. Наушники? На. Еще что-нибудь? На. Чехольчик еще. Чехольчик, пожалуйста, в комплекте. Быстрая зарядочка? На. Короче, мы там в ноль работаем. Apple такая, чувак, отдай переходник. Вот тебе, первая зарядка. Давай, не с миром. И чехольчик. Первое. Всегда говорили. Андроид тормозит. Это сейчас не так. Андроид, любой почти андроид смартфон. Всего тормозит со временем? Не, ну какой-то тормозит. А iOS устройств начинает тормозить примерно через год после того, у кого они вышли, когда выходит новая версия. Ну, не через год, а через два года. Что касается андроид устройств, про них часто говорят, что у них батарейка быстро садится. Да. Но сейчас опять же это тоже как бы. Но это порешали, знаешь, мне кажется, с одной стороны, конечно, оптимизация, с другой стороны, просто с большими батарейками. Конечно. У андроида реально тупо больше. Да. Ну, на итоге к чему мы пришли? Я имею в виду просто сейчас какое-то равенство в итоге. Да по большому счету, помнишь, мод, 6 лет назад можно было реально так с огнем в глазах кричать, что там одно, второе. А сейчас очень близко, реально очень близко. И многие, можно поставить на андроид лаунчер iOS и вообще будешь сидеть как на iOS, никаких разниц. Да, мне кажется, что вот все-таки во многом сейчас решает вообще экосистема. Когда ты покупаешь несколько устройств одного, ну, например, Apple-овских несколько устройств покупаешь, у тебя работает там между ними та или иная взаимосвязь, там тот же AirDrop у тебя работает, тот же AirPlay. Которых нету в андроиде. Все вот это начинает работать, и это работает, знаешь, как, ну, практически как по волшебству. Да, сначала, может быть, AirDrop работал не очень, но сейчас я реально очень часто пользуюсь. Я передаю фоточки там или видеоролики на ноутбук себе, передаю там друзьям фотку, которую только что сделал. Это происходит очень быстро и удобно. Также прихожу домой там на Apple TV, отправляю там видос. Это все как-то очень понятно работает. Но когда ты покупаешь, например, разные устройства Android, то есть от разных производителей, ты не получаешь одну экосистему. Слушайте, ты говоришь про экосистему, как вот про такие фишки, типа дропнуть файлов. Ну, во-первых, на андроиде можно передавать файлы по Bluetooth, я уж очень извиняюсь, я знаю. Это дольше, это менее удобно, чем AirDrop, конечно. Это был компайт на видосик. Спасибо, я это сказал уже. Но фишка в том, что Android, ну, блин, слушайте, так устроен мир, как бы. Android это операционка, на которой из 100 вендоров в мире производят разные устройства. Это невозможно сделать, ну, просто зачем, как бы, этим заниматься. Но есть прослойка, огромный базис из универсальных сервисов и экосистемы, которая качественно на 4 с плюсом работает везде. Есть и карты, и YouTube, и магазин. Они на iPhone нормально работают. Ну, да, да, и все это класс работает. Более того, у Google в этом плане, мне просто подход больше нравится, что Google делает кроссплатформенные решения всегда. Они иногда, приложения не идеально сделаны там под iOS некоторые, но Google всегда делает кроссплатформенные решения. Это же шаг в сторону людей всегда. У них есть любой сервис Google бы работает на iOS. Это сервис-компания, было бы странно, если бы они сами себя ограничивали. Да, конечно. iOS, Apple, прости, пожалуйста, Apple делает своих пульсов с заложниками. И вы можете, конечно, как люди со стокгольмским синдром говорить, «Ой, как классно, у меня есть iMessage, я счастлив от этого». Но у тебя просто возможности нет пересесть с iPhone на что-то другое, потому что у тебя все контакты и все переписки в iMessage просрутся. У человека с Android нет возможности даже написать через iMessage. Потому что есть Telegram, WhatsApp. Нет, нет возможности на AirDrop отправить нормально там видеоролик. Нет возможности управлять в своем замкнутом мире. Будьте как бы телезаключенными, я не против. Я, кстати, уверен, что, вот Валер правильную мысль сказал, что Android это сегодня не Android в вакууме, знаешь, какой-то. А есть Android на Huawei, есть Android на Samsung, это вообще разные Android. То есть по факту оболочки, которые сейчас существуют, они очень сильно дополняют систему. И если ты живешь в экосистеме Android, то ты немножко страдаешь, потому что ее по факту не очень существует. Она очень сильно раздроблена, и ты реально будешь потыкаться. А если ты живешь в экосистеме Android на Samsung, то у тебя, в принципе, все будет неплохо. Конечно, похуже, чем у Apple, потому что все равно есть какие-то костыли ограничения. Но ты будешь, в принципе, кайфовать. Если ты живешь в Huawei, то будешь в Huawei. Если ты живешь в Xiaomi, то вообще у тебя там Xiaomi ничего только нет. Соответственно, ты получаешь там больше, больше, больше. Когда ты покупаешь вот один кубик Apple устройства, и ты покупаешь другое какое-то Apple устройство, ты уверен, что эти два кубика подойдут. Это как Lego, знаешь, они соединятся. Старые Lego, новые. Да, когда ты покупаешь как бы из разных наборов конструктора, ну, грубо говоря, конструктор одной фирмы, но наборы разные, у тебя ничего не складывается. Это обидно, я хочу, чтобы это работало. С концепцией равно. Но просто вот именно у Apple экосистема, это такая вещь, которая тебя держит. Не из-за того, что ты заложник ее, а из-за того, что это удобно. Это просто не покупаешь, оно удобно. Следующую берешь устройство, оно тоже работает так же. И это работает. Блин, наушники, AirPods переключаются между ноутбуком, Mac Mini, iPad, iPhone в один клик, быстро. А тут нужно отключить Bluetooth устройство. Ага, так. Подключить Bluetooth устройство. Ага, слышно. А пока отключал, они подключились туда. Я восхищен, конечно, тем, как Apple все-таки работает с маркетингом, с эмоцией людей. Засирает людям голову. Прекрасно видно по Валерию, как у него загорелись только что глаза. За ближайшие два часа впервые, когда он вспомнил про AirPods, загорелись глаза, огонь появился. Друзья, бесконечный выпуск какой-то получился. Вторую часть вы можете посмотреть на канале у Вали. Ссылку мы положим в описании. И как бы здесь итог подвести? Мне кажется, что действительно бесконечная какая-то синергия происходит между системами. И главное, что мы с вами должны увидеть, произойдет на выставках Google, I.O. и WWDC. Я надеюсь, что здесь какие-то векторы начнут расходиться. Потому что сейчас реально невозможно. Сколько можно делать такие похожие операционки? Произошло слияние, да? А вот какие направления выберут системы? Пора. С вами были Борис Денцкий, Валерий Рисишев и Валерий Лосоком. Увидимся, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик жмите. До встречи в будущем. Давай, набрасывай на Android. Что это еще бесит? Так вот сейчас, в 2019 году, сесть и прям вот холиварить по поводу iOS Android уже немножко неловко. Понимаешь, ты не ездишь на Lamborghini за картохой. Где последний раз видел планшет на Android? Скажи, не можешь помнить ситуацию? Я тебе говорю, там шизофрения внутри. Что-то долго. Ушел такой серфис, неинтересно. Я вот официально заявляю, если они этого не сделают, я прям буду орать как тварь.